Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Идет третья неделя Великого Поста. И вспоминая молитву преподобного Ефрема Сирина, которая словно красной нитью соединяет всю ткань Великопостного Богослужения. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначали празднословия, не дашь мне. Хочется остановиться вот на этих двух греховных страстях. Это властолюбие, как оно названо, любоначалием и празднословием. Когда человек не признает над собою владычество Господа Бога, тогда ему представляется, что он сам владыка жизни своей. И в его руках его жизнь и его забота о насущном, о будущем. И тогда человек, вольно или невольно, питает свое, утверждает свое своеволие. И в этом своеволии, подчас даже до дерзости, в отношении к воле Божьей доходит человек, при этом по отношению к другим людям он себя ставит в превосходной степени. Понятно, что всегда в гражданском обществе кто-то становится во главе сообщества или предприятий, и в его власти находятся другие люди, материальные средства, забота о процветании. Но здесь идет речь о другом. Речь именно идет о неправильном употреблении этой власти. И даже те люди, которые не наделены этой властью, как это неудивительно, но именно дух праздности и уныния, они переворачивают саму сущность власти. Это именно устроить комфортную жизнь так и превознестись над другими, чтобы фактически использовать труд и какие-то добрые расположения других людей в пользу себя. То есть, иначе говоря, это страсть гордости и эгоизма, в которых человек смотрит на других лишь как на цель, простите, не как цель, а как средство для достижения своих эгоистических целей. И вот тут как раз в помощь ему, как кажется, слово, которое жизнь расходится со словами, человек, главное, считает красиво говорить и убеждать других. Очень мудро об этом говорит святитель Феофан Затворник, как по час ловко владея словом, человек умеет так преподнести свою роль, будто бы он чуть ли не благодетель по отношению к другим, в то время как фактически их используют в своих корыстных целях. Итак, слово, которое расходится с верой и с жизнью, действительно становится праздным, то есть пустым. И это говорит нам о страсти тщеславия. Страсть тщеславия – это именно словно самолюбование, как в зеркале. В человеческом мнении о себе, да и в собственных глазах, когда человек фактически лицемерит и одевается в такие одеяния праведника и благодетеля, в то время как на самом деле за этим ничего не стоит. Пустое, суетное. Как ни покажется странным, но очень многие люди знатного происхождения, будучи и богаты, и прекрасно воспитаны, обучены, как бы словно отказывались от своего происхождения и избирали путь совершенно иной жизни. Так на этой неделе мы вспоминаем преподобного Алексея Человека Божьего, чей отец был членом сената римского. И он, как праведный Симеон Верхотургский, потом впоследствии тоже дворянского происхождения, оставляет такую жизнь, которая как раз и привела бы и к праздности, и к властолюбию, превозношению, тщеславию. Избирает путь отшельничества, скитальчества. Вот так вот и многие достаточно богатые люди, они избирали путь служения простому народу подчас в тяжелейшие времена лихолетия и своим попечением, словно отец или мать, родному народу своему служили, чтобы те сохраняли и веру своих отцов, и христианское благочестие. 1 апреля наша церковь совершает память Святой Праведной Софии, княгине Слуцкой. Она жила более 400 лет назад. Город Слуцк находится на юг от современной столицы Белоруссии, Минска. Это древние русские земли, но в то время они находились под властью Речи Посполитой. Святая София родилась в мае 1585 года. Фактически очень скоро, уже к двум годам, она осталась круглосиротой. Сначала приставился ее отец, князь Юрий, а потом и ее мать. Она находилась на попечении обедневшего княжеского рода Хаткевичей по материнской линии. Они же происходили все из великокняжеского рода Ольгардовичей. Ольгардовичи, они приходились прямыми потомками от Рюрика. И надо сказать, что вот именно род Ольгардовичей, которым принадлежала княжна Слуцкая, она действительно была такого высокого происхождения и рода. И надо сказать, что маленькая девочка, она казалась самой богатой невестой в Речи Посполитой. Задолго до ее совершеннолетия ее просватали Яну Радзивиллу. И Хаткевичи скрывали об этом брачном договоре. Больше того, была уже назначена дата свадьбы в феврале 1600 года. И надо сказать, что к этому моменту настолько разгорелся спор, буквально доходил до гражданской уже войны между родом Хаткевичей и Радзивиллов, что именно узнав о своей важной роли и миссии, чтобы не было такой брани, то княгиня София в 15 лет дает согласие. Единственное, что в октябре, то есть именно на покров Престой Богородицы состоялось венчание в православном храме, по всей видимости, именно в Бресте. Надо сказать, что род княгини Софии именно был хранителем православия в то время. Была уния между католиками и православные всячески в этих землях угнетались. И именно благодаря этому браку, хотя сам Януш Радзивилл, он был кальвинистской, то есть протестантского толка, княжна София смогла убедить своего мужа в необходимости сохранить веру православную на подвластных территориях в Слудских землях. Она явилась продолжательницей дела своих отцов, своих дедов. Строились православные храмы. Она смогла добиться у короля польского особых преференций для православных на этих землях, подвластных им. И хотя представилась княгиня София в 26 лет, в тяжелых родах. Тем не менее, и ребенок, дочка погибла, и сама мать. Но очень долго, именно ее труды, они не пропали даром. А на этих землях православные смогли более-менее жить спокойно. Представилась святая княгиня София в 1612 году. Мы знаем, что для нашей Родины это очень непростое время. И вот эта польско-литовская интервенция, и тот оплот, который в глубоком стане речи постполитой был среди православных, это православные братства, которые сохраняли верность вере православной, это очень о многом говорит. Все свое великодушие было обращено к простым людям. Покровительство и священству, монашеству православному. Самое удивительное, что Януш Радзивилл, он тоже явился верным своему слову и после смерти своей супруги покровительствовал православным долгое время. Почитание святой началось вскоре после блаженной кончины. Святой княгиня Софии молится, в частности, беременные женщины в благополучном родоразрешении, о сохранении долга грудного вскармливания при проблемах с грудным молоком, молится о совсем маленьких младенцах, особенно больных. Как это удивительно, когда чудеса происходят от мощей святых угодников. Настолько человек жил достойно, настолько его слово не расходилось с самим делом, а вера была ключом к всей его жизни, что мы и до ныне молимся этим святым. Ныне мощи святой княгини Софии почивают в Минском кафедральном соборе, и для православных белорусской земли она является великой покровительницей, а для многих православных женщин удивительным примером того, как человек употреблял власть свою, в том числе и с любовью по отношению к своему народу, к обездоленным, и как неудивительно, но и иноверцу, мужу, смог столько сделать за свою короткую жизнь, и это не было властолюбием в собственном понимании, но полаганием буквально жизни своей за други своя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok